всем здравствуйте всем хорошего вторника мы с вами снова на связи мы с вами снова в эфире уже традиционный наш эфир на эми офишал по вторникам меня зовут черебеева анастасия сегодня у нас достаточно интересная с вами будет тема выход новой базы камуфлирующий доброе утро доброе утро всех рада видеть девочки и мальчики если присутствует сегодня у нас будет презентация новой камуфлирующей базы я вам про нее все расскажу я даже видите подготовила ноготок чтобы вам показать ее в работе совсем даже не подготовила решила оставить его в полу подготовленном виде для того чтобы мы с вами могли полноценно посмотреть весь этап подготовки здравствуйте здравствуйте девочки тоже рада всех видеть в общем я про нее сегодня расскажу я ее покажу и мы обязательно посмотрим ее как раз в работе так не будем долго ждать переворачиваемся и начинаем о как удобно когда один палец свободен вообще прям удобно переворачивать эти смотрите я просто спилила здесь цвет и топ я специально не стала здесь дальше все дорабатывать потому что решила показать вам все в эфире единственное почему спилила цвет потому что не хочется аппаратом работать пылить в камеру и так но база у меня пока без этикетки это такой вот пока промежуточный вариант но мы решили на этом не останавливаться все равно выйти к вам с ней в эфир смотрите база что это за база это камуфлирующая база это у нас расширение линейки камуфлирующих вас давно просили базу с шиммером мы ее сделали так звук выключаем и продолжаем мы ее сделали по вашим запросам мы ее подготовили очень красивая очень нежная камуфлирующая база смотрите какой шикарный оттенок мало того что оттенок достаточно плотненький он еще и с шиммером с блестками так давайте фильтр с выключу чтобы у нас не искажался оттенок что прямо угла вам его показать как есть фокус смотрите какой он безумно нежный безумно красивы и так как будет называться эта база база будет в линейке камуфлирующих баз под номером 13 все мы знаем да что у нас 12 баз сейчас есть в линейке это будет база номер 13 и называться она будет pearl pink жемчужный розовый но он действительно жемчужный прям такой розовый очень красивый оттенок сразу отвечаю на все возможные вопросы выходить эта база будет в объеме 15 миллилитров пока у нее будет только один объем 15 миллилитров далее стоимость 15 миллилитров будет 900 рублей ими как всегда радует мы стараемся девочки очень стараемся вас радовать мы сами рады когда вы рады поэтому мы все время стараемся не отставать и выпускать для вас максимум максимум новиночек тщательно их отбираем поэтому у нас не так быстро идет этот процесс как хотелось бы но тем не менее смотрите какие крутые новинки и так дальше что еще но камуфлирующая мы знаем как ей работать сегодня еще раз расскажу покажу желательно девочки подложка под камуфлирующей базы кроме из бейсов она желательно почему потому что не забываем о том что здесь содержится помимо пигмента в данном случае еще и пигмент здесь еще и шиммер здесь содержится пигмент камуфлирующих базах за счет этого адгезия может быть снижена поэтому ну если вы знаете что у вас клиент замечательно носят базы камуфлирующие можно наносить без подложки если вы сомневаетесь либо клиент плохо носит лучше перестрахуйтесь и нанесите подложку я работаю всегда с подложкой потому что мне так комфортнее мне так увереннее я на сто процентов знаю что клиент придет любой клиент придет в идеальном состоянии с ноготочками уже хочу да кстати самое главное выход базы планируется где-то через неделю дней 10 то есть концу месяца она должна быть какие у нас числа на следующей неделе по-моему уже 20 если они ошибаюсь вот я думаю что к середине следующей недельки мы надеемся очень что она выйдет выйдет через неделю уже будет у нас и мы сможем ее приобрести да уже начали запускать анонс я думаю что все видели подложка девочки подложка это тонкая жидкая база в данном случае у нас это бейс гель вот такая обычная жидкая база без гель при помощи этой базы мы наносим с вами подложку так поехали я начну и процессе буду как раз вам все рассказывать подготовка стандартная никак подготовка в принципе не отличается от стандартной подготовки к покрытию гель лаком то есть отодвигаем кутикулу понятно что спиливаем сверху перчатку хочу переодеть потому что выглядывает ноготь а я это катастрофически не люблю не либо вообще без перчаток тогда но у меня сейчас маникюр в промежуточном состоянии и без перчаток я не могу работать либо так чтобы они были целые катастрофически не люблю когда на видео в эфире присутствует какой-нибудь порватый уголок и выглядывает ноготь очень не люблю этот процесс поехали здравствуйте здравствуйте девочки по поводу бровей ничего не подскажу я не в теме я не в курсе поэтому ничего не скажу консистенция средняя я вам комфортно она не жидкая и она не сильно густая я думаю что то вот в районе базы медиум будет так поехали дальше праймер я тема новая база новая база камуфлирующая номер 13 девочки если есть у кого-нибудь возможность напишите пожалуйста тему новинка камуфлирующая база номер 13 я прикреплю чтобы девочки кто заходит к нам у них не было лишних вопросов смотрите у меня сейчас длина есть я буду показывать на ней вообще на самом деле мы с вами когда моделируем гель-лак мы его не моделируем на слишком длинные ногти то есть по факту стандартная стандартная длина ну комфортная длина для гель-лака это 1 2 ногтевого ложа если у вас ноготок длинный у меня ноготок длинный то есть одна вторая ногтевого ложа это стандартная длина для гель-лака все что выше это уже ну скажем таки под ответственность мастера и клиента потому что ну до единицы хорошо до единицы это это уже слишком много на самом деле для гель-лака ноготки могут заламываться заворачиваться особенно если ногти тонкие поэтому всегда смотрите по своей длине ногтевой пластины если конечно у нас вот такой коротыш то здесь естественно будет хотеться чуть-чуть удлинить ногтевое ложе то есть хотя бы один к одному сделать если у нас ногтевая пластина достаточно длинная то сильно старайтесь не рисковать сильно не увлекаться длиной потому что это не гель это не жесткий материал это не акригель это гель-лак как ни крути это материал мягкий и большую длину он не будет выдерживать он не будет держать так как гелевые системы поэтому с длиной не увлекаемся я сейчас подбить подпилила максимально такую можно еще убрать длину чтобы у вас не было вопросов потом дальнейшем можно еще чуть-чуть убрать длину длина у меня сразу скажу длина сейчас у меня не носибельная длина просто я свой ноготок а у меня вы знаете что ногти длинные до свой ноготок немножечко подпилила немножко подпилила поэтому с длиной гель-лаком лучше сильно не играться потому что это другая система это мягкая система и сильно длинные ногти она ну не любит если клиент хочет очень длинные ногти мы берем гелевую систему без разговоров поехали шлифуем ногтевую пластины пилка у меня 100 на 180 это жесткая сторона я беру естественно мягкую для натуральных ногтей шлифую всю поверхность выравниваю и подготавливаю конечно границу границу гель лак натуральный ноготь просто шлифую видите вот чтобы не пилить я спилила чтобы не пилить аппаратом на камеру сильно пыль не трясти я спилила немножечко сверху финиш и цвет стандартная подготовка никаких моментов доброе утро девочки доброе утро напишите пожалуйста кто-нибудь у кого есть возможность тему эфира новинка камуфлирующая база номер 13 пожалуйста чтобы девочки кто заходит знали о чем мы говорим прям маникюр я делать не буду я только уберу уберу излишки и уберу птериги сильно на маникюре заморачиваться мы сегодня с вами не будем наша задача не в этом я обязательно еще вам выкрашу эту базу обязательно выкрашу сейчас и покажу какая она великолепная какая она классная какая она необычайно красивая просто убираю все риги маникюр полноценный сейчас делать не буду во первых я себе его принципе редко делать потому что у меня очень сильно нарастают валики но при этом сама кутикула у меня достаточно такая тоненькая я больше у меня больше желания при коррекции вот вот это вот попилить все все это убрать саму кутикулу я очень редко трогаю только если прям вот сейчас вижу что здесь прям торчит кусочек тогда я возьму вот спасибо девочки вижу вижу комментарий прикрепить комментарий все спасибо за помощь привет из греции здравствуйте греция доброе утро очень рада вас видеть и слышать и читать окно здесь просто фокус фокус у нас почему-то не хочет сегодня у нас фокус настраиваться вот у нас фокус избирательно он не хочет фокусировать на на голом ноготочке ему видимо нравится он у нас эстет ему нравится только эстетическое удовольствие так обезжириваем евроклинсер обезжириваем ногтевую пластину и продолжаем работать я вам хочу сегодня камуфлирующую базу выкрасить нашу и разработала хочу выкрасить камуфлирующую базу и под глянцем и под матовым топом они смотрятся шикарно на самом деле на этой базе и тот и тот вариант краску и потом продолжим принципе мы уже ногтевую пластину подготовили все мы можем смело здесь уже наносить все поехали давайте сделаем и глянец и марта потому что ну невозможно сделать выкраску в каком-то одном варианте она прям увидеть сейчас она прям шикарно чуть-чуть приближу чуть-чуть приближу чтобы было хорошо видно сам шиммер красивый перламутр он не перламутр но он правда как жемчужный такой формат идет прям эффект очень красивый ну как всегда мы первый слой наносим тонко и дальше уже моделируем здесь сильно моделировать на типсе мы конечно же не будем потому что нет смысла типс и сама достаточно орочная но цвет мы должны ей задать аж сленки текут я думаю что это перед новым годом у меня студии будет одна из самых самых востребованных баз девочки я больше чем уверена во первых такую нежнятинку любят всем а во вторых новый год и блестки те кто любит спокойное пастель на что-то я думаю это будет прям попадание в самое сердечко перевернула чтобы она немножечко сцентровалась подскажите ножничками или кусочками лучше работать это вы смотрите по удобству в любом случае вы должны попробовать этот другой вариант и выбрать тот который вам ближе который вам удобнее я попробовала на курсе изначально щипчики у нас учили работать в основном с кутикулой щипчиками дальше я попробовала технику по сухому ножничками и выбрала что мне удобнее все-таки работать ножничками перешла полностью на ножнички но вы должны посмотреть как будет удобно вам зачастую щипчиками работает по ремуверу или по водичке но по водичке сейчас уже редко делают мацерацию замачивания в основном работа щипчиками идет по ремуверу кутикул ремувер работа ножничками в основном идет по сухому поэтому пробуйте этот этот вариант и выбирайте для себя сами так сказать что вот удобно ну нельзя на самом деле своего мастера в студии я перевела на ножнички она в них влюбилась работает ими учениц у меня очень много было кто попробовав ножнички возвращались к щипчиком то есть здесь запрета никакого нет здесь именно удобство только тема внизу у нас написано у нас новинка ближайшие дни выйдет у нас вот такая шикарная новая камуфлирующая база база номер 13 pearl pink по сухому щипчику ну вот с таким еще не сталкивалась вот видите какая-то другая техника у каждого своя техника и каждому мастеру просто нужно понять какая техника ему больше подходит в работе потому что невозможно подавести под одну гребенку всех невозможно девочки у каждого свои фишки у каждого свои какие-то нюансы в работе любого возьмите мастера любого преподавателя и у всех хоть чем-то техника будет отличаться не могу к ножницам адаптироваться сколько раз пробовала значит не мучайте себя просто возьмите щипчики работайте щипчиками это в этом нет ничего плохого ничего ужасного здесь неважно чем вы делаете маникюр главное чтобы он был качественный и чистый все это основное основное над над чем вы должны работать чистый качественный красивый маникюр чем вы его будете делать ножничками щипчиками на самом деле хоть я не знаю хоть бревно мы с вами будем делать это лишь бы результат был хороший так и теперь глянец и мат топ один нанесу под глянец но я здесь перекрою топом teclas какие ножнички девочки если интересуют ножнички какими я которыми я работаю напишите пожалуйста в директ мне лично мне и мы с вами пообщаемся на эту тему потому что я в эфире я не вижу смысла на этом останавливаться у нас немножко другая тема сегодня если хочется пообщаться напишите мне в директ я вам отвечу какими ножничками я сейчас работаю так перекрыла топом teclas это у меня тут teclas в качестве глянца здесь нет смысла наносить ультрашайм естественно можно твизор попробовать да твизоры тоже достаточно такой интересный инструмент как кому-то они очень нравятся поэтому так тема тема у нас внизу написано смотрите внимательно новая камуфлирующая база обезжиривать кроме евроклинсера у кого аллергическая реакция мастера спиртом обезжиривают естественно я думаю что не чистым разбавленным так база будет где-то ну точно ждем ее если концу месяца это сто процентов очень надеемся на то что она выйдет в концу следующей недельки здесь понимаете да что загадывать очень сложно потому что задержки могут быть с чем угодно поэтому не загадываем и 2 2 ноготок я перекрою матовым топом вельвет очень люблю матовый топ кто бы что ни говорил обожаю его ее еще нет у нас поэтому насчет греции не могу сказать выход базы на рынок до конца месяца ждем ее до конца месяца надеемся что через недельку дней через 10 она уже выйдет но ориентир ставлю все-таки до конца месяца и так база еще раз показываю пока без этикетки у меня вариант здесь просто будет еще этикетка вот такой флакон 15 миллилитров она будет только в таком объеме стоимость у нее будет 900 рублей вот она плюс скидка мастера не забывайте если скидка на сайте то скидка сайта максимальная какая у вас там если вы мастер и будете у дистрибьютора приобретать то скидка мастера вот она вот такая вот красивая шиммерная нежная база база номер 13 пинг так pearl pink вот она вот таком формате топ т класс из магазина заказывала бы ими не могу сказать девочки и по таким вопросам лучше пишите в директ дизайн если мы успеем что-то сверху дизайнерить то сделаем ну это будет что-то легкое чтобы не отвлекаться от конечно же красоты всей базы самой базы так вот пытаясь поймать блики показать вам как она выглядит смотрите вот она выглядит под матовым топом вот таким образом так ну а вот приближает еще хотя сказать что у нас уже больше не приближает даже камера приближает вот таким образом выглядит она под матовым и под глянцевым топом смотрите под матовым тоже очень красивый такой легкий легкий красивый шиммер видно его очень интересно смотрится такая вот прям как в реале и знаете вот прям правда как жемчужная внутри прям сверкает искрит такая какая-то ворсинка у нас попала потоп вот такая красивая у нас новиночка база номер 13 это базы камуфлирующий да конечно не укрепляющие для укрепления выравнивания ногтевой пластины ну плюс конечно для работы в технике нюдового маникюра в технике френча работа с френч чем она тоже подходит так обезжириваем тщательно теперь начинаем работу с ноготочком видите я ради ради в нашего с вами эфира пожертвовала своим ноготочком чтобы вам показать ее в работе как она классно nail prep aid это дегидратор это препарат который удаляет излишнюю влагу с ногтевой пластины капаем мы его при гель-лаковом укреплении только вот сюда вот кутикуле на свободный край мы на не наносим потому что он удаляет влагу высушивает ноготочек и при гель-лаковом моделировании нам не нужно чтобы у нас свободный край пересыхал и скручивался поэтому только в зону кутикулы дальше ультрабонд ультрабонд это у нас другими словами двусторонний скотч мы его называем вот таким вот ой девочки ссоре не туда точно это я уже при гелевом моделировании начинаем наносим мы его на торец если мы с вами работаем в технике снятия при помощи жидкости то только-только на самый самый торец если мы работаем в принципе с вами при помощи коррекции аппаратом то мы можем наносить вплоть полностью на свободный край это ультрабонд я все уже сказала девочки в продажу выйдет до конца месяца ждем конечно очень ждем на следующей неделе стоимость будет 15 миллилитров 900 рублей дальше для профилактики я всегда наношу тонко базу можно не наносить если у клиента хорошие ногти хорошо стоят камуфлирующие базы если вдруг вы переживаете лучше нанесите потому что адгезия будет лучше как ни крути в камуфлирующих базах у нас присутствует пигмент и адгезия может снижаться я беру сейчас бейс гель жидкую базу и наношу тонко-тонко подложку я допустим тот клиент у которого в принципе гель-лак не стоит вернее стоит но очень недолго поэтому без подложки без бейс гель у меня база даже недельку не постоит смысл не это не нужно поэтому в любом фокус в любом случае наносим тонко подложку не забываем промазать торец сушим 30 секунд спасибо девочки за помощь кто мне помогает с ответами на вопрос на вопросы сейчас я вам расскажу печет она или не печет мы все по факту все базы пекут все базы пекут так или иначе хотя бы немного но они пекут за счет того что у нас с вами идет процесс полимеризации выделяется тепло база когда схватывается или гель быстро чтобы не растекаться соответственно тепла выделяется гораздо больше да я тоже всегда стараюсь сделать подложку под камуфлирующую базу мне так спокойнее мне так надежнее зачем рисковать но есть клиенты на которых держатся и без подложки просто этих клиентов кого постоянная клиентская база я думаю что все мастера этих клиентов уже знают у кого что как держится и просто сами посмотрит нужно там подложка или нет промазала тонкий слой всегда промазывайте тонкий слой для того чтобы задать направляющие для дальнейшей капельки дальше я беру капельку база видите по консистенции она как медиум база как медиум база скорее всего она не течет капелька стоит но при этом она не густая на не макси она хорошо сама выравнивается и обязательно переворачиваем чтобы сцентровалась наша база поправляем либо этой же кисточкой либо кистью отдельной и снова переворачиваю всегда переворачивайте с центровать базу я сейчас возьму кисть тоненькую и помогу себе просто немного кистью это сделать потому что как вы понимаете под камерой это сделать не очень удобно так и аккуратненько себе просто помогу выровнять те места где мне нужно добавить немного базы обязательно всегда переворачивается чтобы сцентровать перевернули посмотрели все ли в порядке обратно перевернули и уносим лампу вот сейчас скажу печет сильно или не сильно печет не могу сказать наверно прозрачная печет больше не могу сказать что прям а у невозможно нет печет но вытащили пальчик и все отлично все замечательно то есть какого-то чего-то прям очень критичного нет почему отстаивается гель-лак причин может быть много может быть вопрос подготовки смотря с какой стороны отстаивается может быть вопрос подготовки вопрос в тонкости ногтевой пластины то есть как бы есть ногти которые категорически не держат гель-лак у меня такие ногти то есть из без я могу носить обычный гель-лак но как бы очень-очень недолговременно посмотрите нанесли мы базочку так как вам вот нанесли мы базочку вот такой красивый у нее шеймер очень красиво вот мы и смоделировали видите когда мы ее переворачиваем она у нас очень красиво моделируется очень красиво на ноготочки моделируется вот такой у нас вариант на перчатку блику и да такой у нас красивый вариант можно будет купить у ваших представителей дистрибьюторов можно будет вашем регионе можно будет заказать на сайте на сайте также есть скидка на сайте есть скидка у нас у блогеров своя есть скидка сайта то есть смотрите что у вас конкретно вам подходит плюс также есть у ваших дистрибьюторов будет заказ возможен есть в магазине у нас вернее в В Ростове у нас есть магазин на Халтуринском, смотря где вы проживаете. В крайнем случае на сайте на Эмми Шоп вы всегда можете заказать то, что вам необходимо. Так. Что мы сюда с вами нанесем? Давайте вот мы недавно проводили с вами эфир. На аккаунте Екатерины Николаевны по вязаному маникюру. Мы там разговаривали с вами о вот этих красивых, интересных вариантах. Да, вот такую хочу, нежненькую. О этих красивых, интересных вариантах нелкрустов. Смотрите, как интересно они смотрятся. Давайте сделаем какой-нибудь вариант дизайна. Вот с таким нелкрустом. Прорисовывать я особо не буду. Я сделаю именно дизайн с ними как со слайдером. Вырезала. Нужный мне элемент. База у меня светлая, поэтому в принципе у меня этот элемент будет читаемым. Дальше. Мне понадобится водичка. Растворяю в водичке. И в этот момент я наношу слайдер топ. Да, она очень классная. Я согласна с вами на 100%. Она очень нежная, интересная. Такая прям на Новый год. Я думаю, что она залетит на 100%, на 110%. Смотрите, посередине промазываю очень тонко, очень тонко промазываю слайдер топом. Мне не нужна толщина, мне нужна только дисперсия, поэтому очень-очень тоненько. На черной перчатке не хочет фокусироваться полноценно камера. Так, просушиваем 15-30 секунд, пока у меня как раз размачивается мой слайдер. Вязаный маникюр в стиле вязаного можно делать и без прорисовки. Тоже очень красиво будет смотреться. На базу вообще можно без слайдер топа делать наилкруст или слайдер, только в том случае, девочки, если у вас элемент не на весь ноготь. То есть сейчас я специально наношу слайдер топ, чтобы не было потом вопросов. Если у вас элемент перекрывает не весь ноготочек, то он будет шикарно держаться и на дисперсии базы. Но для того, чтобы не возникало вопросов у мастеров, я нанесла слайдер топ. Смотрите, какой уже интересный такой вариант дизайна получается. Аккуратненько все прижимаю тщательно со всех сторон. И обязательно, обязательно подсушиваем. Для чего? Для того, чтобы наш слайдер схватился с дисперсией слайдер топа. И уже никуда не двигался, не перемещался, мы его не могли задеть. Здравствуйте, можно? Я всю информацию в эфире дала девочке. Выложат эфир, пересмотрите, пожалуйста. Я всю информацию по базе дала уже. На цвет недостаточная дисперсия у цвета будет. Смотря на чем держаться. Если на чистом цвете, они не все могут держаться, и не у всех клиентов. На базе, если не на весь ноготь, будет держаться хорошо. В принципе, я сейчас показываю стандарт. Как клеить стандартно, чтобы все мастера понимали, как с ними работать. На цвет дисперсия слабая. На цвете может не держаться, либо держаться плохо. Поэтому здесь лучше не экспериментировать. Сделали. Слегка, видели, убрала остатки. И теперь, что я делаю? Возле кутикулы я могу пройти нейл-препом. Для того, чтобы если у меня слайдер под кутикулу прям зашел, я могла растворить остатки. Смотрите, вот прям капаю. Капнула. И у меня там нейл-преп помогает растворить остатки. Притом он быстро испаряется и не остается на ногтевой пластине. Потом у меня слайдер топ и топ туда не потекут. Вот так апельсиновая палочка. Если нужно, остатки пленки убираю. А сам ноготочек промазываю уже ультрабондом стандартно по схеме. Не внахлёст, не в коем случае стык в стык промазали. И 30 секунд, одну минутку сушим на воздухе. После этого мы возьмем снова с вами слайдер топ и зафиксируем наш дизайн. Все. Смотрите, я сейчас промажу слайдер топом. Я сверху могу делать что угодно. Я могу его обезжиривать, я могу рисовать по нему, клеить шермиконы, все что угодно. То есть у меня сам слайдер будет запечатан. Сам нейл-круст мой. И уже воздействовать на него я никаким образом не смогу. То есть он у меня будет под присмотром. И за него можно не переживать. Нанесла. Сушу. Спасибо. Пользуюсь им уже достаточно давно, потому что когда наносишь слайдер, попадает под кутикулу, даже иногда щипчиками-ножничками не так удобно убрать остатки, как нейл-препом. Нейл-преп такая прям классная штука. И самое главное, он быстро испаряется. То есть у вас в любом случае там не останется остатков. У вас ни в коем случае туда уже ничего не потечет, потому что когда мы туда под кутикулу попадем ультрабондом, это будет все. Туши свет. Туда потечет обязательно и слайдер топ, и топ. То есть уже близко к кутикуле ты ничего не нанесешь. А когда это нейл-преп, у вас, получается, такой проблем не будет. И возьму сейчас какие-нибудь шермиконы. Мне хочется добавить какое-нибудь словечко. Я очень люблю всевозможные слова. Логомания. Мы с вами можем добавить даже вплоть новогодние шермиконы и создать такой новогодний дизайн. Давайте. Хорошо. Не будем делать обычный дизайн, поработаем с Новым годом. Все-таки Новый год скоро, да? Все-таки скоро Новый год. Будем запасаться идеями. Вот как раз будет в стиле вязаного какого-то маникюра такого новогодний дизайн. Возьмем какое-нибудь слово. И, может быть, даже отсюда какую-нибудь возьмем снежинку. Вот, смотрите, мне нравятся очень вот эти словечки. Очень люблю всякие вот такие Мэри Крисмас. Наша задача сейчас обезжирить ноготок. Нейл-препом обязательно проходить по кончику. Обязательно. Потому что вы должны сцепку добавить на свободном крае. Обезжирила. Видите, за счет того, что у меня запечатан ноготок, после обезжиривания ничего с ним не произойдет. И теперь, давайте добавим что-нибудь новогоднее. Так, примеряю. За счет того, что у нас прозрачная подложка, очень классно примерить сразу, как будет смотреться наш дизайн. Смотрите, вот сюда можно добавить вот такой шармикончик. Как круто! И мы можем отсюда вырезать вот такую вот снежинку или звездочку и добавить вовнутрь. Вот. Вот прям вот так сделаю сейчас. Так, вот у меня есть какая-то звездочка начата. Смотрите, как классно будет. Так, я возьму полностью и обрежу то, что мне будет не нужно. Вот. Я прям примерила. Прям все обрезала. И остатки возвращаю. Смотрите, вот эти остатки вам тоже пригодятся на следующего клиента, поэтому мы их возвращаем обратно на свое место. И вот таким образом я добавляю Новый год к своему дизайну. Очень вписался классно этот шармикон сюда. И излишки, если нужно, убираем. Вот смотрите, делали просто вязаный маникюр, получили новогодний вязаный маникюр. Прикольно же. Если переживаете, что клиент будет плохо носить такой дизайн, то обязательно сам шармикон закройте топом текла. Если не переживаете, ну, в любом случае, я сегодня буду его убирать, как дизайн, как мне жалко звучит. Но сегодня у меня планы другие на этот ноготок. Поэтому я просто перекрою матовым топом. Мне хочется матовый топ нанести. Хотя клянцевый здесь тоже будет очень красиво смотреться. И тонкой кистью доработаю зону кутикулы и боковые валики. Потому что мне здесь, к сожалению, неудобно подходить. Все, сушим. Сушим стандартно две минуты. Ну, я две минуты сушить не буду, в принципе. В принципе, мне просто вам показать. Нужно нанести маслечку на вкус и цвет, девочки. Кому-то много, без проблем. Я показала, как вариант. Шармиконы клеим. Да, все верно. Шармиконы клеим на поверхность без липкого слоя. На глянцевую поверхность. Слайдеры клеим на дисперсию. Все верно. Шармиконы можно купить на нашем сайте amyshop.ru давайте я попробую 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 как раз этим пальчиком написать вам сайт. Так, Amy. Вот у меня выскочил. Смотрите, внизу я написала сайт. Видите? amyshop.ru На нем вы можете заказать все, что угодно. Вот такой у нас вариант новогоднего дизайна получился. Смотрите, как прикольно. Мне самое то. И маслицы. Эфир, конечно, постараемся сохранить. Очень хорошо смотрится. Благодарю, девочки. Иран. Иран, привет. Рада вас приветствовать. Так, нанесли маслицы, чтобы у нас ноготок был красивый. остатки маслицы я удалю, чтобы они никого не смущали. И покажу исходный, окончательный, вернее, наоборот, вариант. Фокус. Так, фокус. Ну, что такое? Вот, фокус нашел у нас. Смотрите, вот такой вариант у нас получился новогоднего дизайна. На мой взгляд, очень нежно, очень интересно. Смотрите, вы видите шиммер базы, очень хорошо видно, несмотря на то, что у нас с вами матовый топ. Очень красиво получился шиммер под матовым топом. Еще раз показываю нашу тему. У нас камуфлирующая база номер 13. Это Pearl Pink. Вот такая вот красивая, под матовым, под глянцевым топом. Сейчас приближу немножечко. Под глянцевым, под матовым топом. Смотрите, какая красота, какая нежность. Выглядит она вот таким образом. Вот таким вот образом. В баночке, в бутыльке. Бутылек 15 миллилитров, стоимость 900 рублей, выход до конца месяца. Очень надеемся, что через недельку мы ее будем уже с вами пробовать. неделька, 10 дней. Я надеюсь, что это все произойдет. До конца месяца точно выйдет. Смотрите, красота и нежность к новогоднему столу. Все, девочки, рада была вас всех видеть, вас всех слышать, можно сказать и так. Вот такая у нас красота сегодня с вами получилась. Красота же. Смотрите, какой новогодний, нежный маникюр. Так, на баночках имени написано, сколько сушить цвета до полного высыхания в LED-лампе. Мы с девочками сушим минимум минуту, но все же, девочки, сушим все минимум одну минуту. Если это цвет, то одной минуты ему достаточно, одну, ну, две минуты, в зависимости от мощности вашей лампы. Если это топ, финиш, то минимум две минуты. Если лампа не очень сильная, то можно и три минуты просушить, хуже не будет. То есть, в принципе, когда вы работаете с цветом вот таким вот образом, конвейером, наносите по одному пальчику, пока вы дошли до пятого, у вас, в принципе, мизинчик уже просох. То же самое, вы второй слой также наносите, они у вас спокойно, все досыхает прекрасно. Так что, не переживайте, даже если вы, в принципе, будете сушить по 30 секунд, у вас, кроме большого пальчика, его сушите хорошо, прям минуточку просушите. Остальные все у вас будут конвейерным способом досыхать сами по себе. Также вы пока топ будете наносить на эти пальчики, эти уже подсохнут. То есть, когда мы работаем конвейером, здесь вообще проблем не возникает с этим. Цвет минимум минутку сушите, топ сушите 2 минуты, 3 минуты. Чем дольше сушите топ, тем лучше он будет носиться. Все. Я с вами прощаюсь до следующего вторника. Подготовлю вам еще что-нибудь интересное. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok